Информационная служба РТВ начинает свою работу. Я Нина Шамуги. Здравствуйте. США пытаются искусственно оправдать создание системы Европром. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сегодня заявил, В Москве немыслимая ситуация с применением баллистических ракет средней дальности по целям в Европе. После достижения сделки по иранскому ядерному досье, как считают России, необходимость строительства системы противоракетной обороны отпала. И, как выразился в этой связи Рябков, теперь Вашингтон, цитирую, искусственно подтягивает аргументационную базу, подпринятая по другим мотивам решение продолжать и наращивать темпы создания Европро. Мы видим устойчивую тенденцию к приспособлению любых международных инструментов, механизмов и режимов под политические и геополитические нужды и потребности Вашингтона и союзнических ему столиц. Поэтому интересом Российской Федерации служило и будет в дальнейшем служить такое международное взаимодействие и взаимодействие в том числе в многосторонних форматах, которое позволяет не допускать попыток подстроить международную систему под утилитарные, узкогрупповые или даже просто национальные нужды. Ранее, напомню, между российскими и американскими дипломатами произошла заочная полемика на тему строительства Европром. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Барак Обама в 2009 году обещал свернуть программу ПРО в случае достижения соглашения с Ираном. В госдепе министра иностранных дел обвинили в искажении слов главы Белого дома. А в российском МИДе заступили за Лаврова. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Обама обещание давал и никто его, как она выразилась, за язык не тянул. Греция опять сказала «да». Парламент страны одобрил соглашение с международными кредиторами. Большинство депутатов проголосовали за внесенный правительственным законопроект, предусматривающий финансовую поддержку так называемого европейского механизма стабильности. Документ, впрочем, по мнению оппозиции, да и большинство рядовых греков, стабильности не сулит. Меры жесткой экономии не популярны в обществе, но должны помочь преодолеть кризис. Горячие ночные дебаты во имя спасения нации. Премьер-министр Греции Алексис Ципрос, пришедший к власти на волне критики, навязанных Европой мер жесткой экономии, призывал депутатов поддержать эти самые меры. Глава правительства назвал новый законопроект необходимым шагом для греческого народа, способным спасти страну от финансового коллапса. Обсуждение документа растянулось до утра. И в итоге депутаты одобрили условия третьего пакета помощи ЕС, стоимость которого оценивается в 85 миллиардов евро. Соглашение состоит из двух частей. Первая включает в себя перечень 40 реформ, в том числе таких болезненных, как сокращение расходов и повышение налогов. Только в таком случае кредиторы готовы предоставить Афинам дальнейшие транши. Вторая статья наделяет дополнительными полномочиями главу Минфина и руководство Греческого фонда финансовой стабильности. В Ладе надеются, что приняв эту дорожную карту, они получат доступ к средствам, необходимым для выплаты долга ЕЦБ. До следующего четверга Афины должны будут перечислить кредиторам почти 3,5 миллиарда евро. Но если формула спасения Греции от экономического краха, пусть и не самая надежная найдена, то спасти от политического краха правящую команду будет не так легко. Греческие СМИ утверждают, после получения очередного европейского транша Алексис Ципрос попросит парламент проголосовать о доверии его правительству. Оппозиция уже пообещала выступить против. А это значит, что в стране, где в январе уже прошли досрочные выборы, осенью может состояться очередное внеочередное голосование. И тогда партии, проигравшие некогда самому ярому евроскептику Ципросу, смогут взять реванш, позаимствовав у нынешнего премьера его предвыборные лозунги против засилия ЕС и кредиторов. Оппозиция уже заявляет, в Греции на смену демократии пришла диктатура еврозоны. Вы уже пытались бежать от ответственности, переложив ее на греческий народ. Вы просили греков сказать на референдуме по поддержке программы ЕС «Героическое» нет. Но она очень скоро превратилась в безоговорочное «да». Будущее страны висело на волоске, банки были закрыты, а вы, обессиленные из-за собственных ошибок и потерявшие боевой дух, стали ползти к финансовой стадии переговоров с кредиторами, с опозданием обнаружив в себе высокоморальную ответственность. Оппозиция критикует власти, но не поступят ли оппоненты Алексиса Ципроса так же, как поступил он после своей победы на выборах. Противник реформ по-европейски после изнурительных переговоров он все-таки согласился на условия кредиторов. Непопулярные меры жесткой экономии, кажется, единственный способ выкарабкаться из кредитного кризиса, тянущегося с 2008-го. В седьмой год Греция практически безостановочно отсчитывается об экономической рецессии. Но последние данные статистической службы страны, вопреки прогнозам аналитиков, продемонстрировали неожиданный рост ВВП. Эксперты скептически отнеслись к новости, но для некоторых рядовых греков она забрежила светом в конце тоннеля. Американские власти расследуют сообщения о возможном применении группировка исламского государства химического оружия. Газета Wall Street Journal утверждает, джихадисты использовали горчичный газ против иракских курдов. Источники издания назвали наиболее вероятным сирийское происхождение отравляющих веществ. Боевики могли получить и прит перед тем, как Дамаск согласился на вывоз всего химического арсенала, имеющегося в его наличии. Есть и другая версия. Химоружие попало в руки исламистов после захвата ими склада заброшенного оборонного завода в Ираке. В зоне ликвидации последствий мощнейших взрывов в китайском городе Дзяньцзэнь обнаружен цианид и другие высокотоксичные химикаты. По данным Министерства охраны окружающей среды КНР, в одной из дренажных труб в районе ЧП уровень содержания опасного вещества в 8 раз превышает норму. Накануне сообщалось, что в 500 метрах от сгоревшего склада в воздухе отмечена повышенная концентрация оксида серы, монооксида углерода и оксида азота. В зоне ликвидации последствий взрывов в настоящее время работают более 200 военнослужащих из частей радиационной, химической и биологической защиты. Спасатели тем временем обнаружили сегодня в зоне бедствия одного выжившего. После взрыва на складе он оказался под обломками. Поиски пропавших без вести в Тянцзине продолжаются. Субтитры создавал DimaTorzok